Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многодетным семьям предлагают дать льготы на оплату обучения детей в вузах. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Стихи и песни на армянском языке. Народные танцы, игра на дудуке. Армянская община Самары отметила Международный день родного языка. Сегодня в Самарской области завершили надвижку последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе Международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Строительство новой трассы и моста через Волгу в Самарской области стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита главы государства в Самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Глава государства предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в транспортную стратегию страны. Вместе с жителями Ставропольского и Шигонского районов, а также Тольятти и Жигулевска, глава региона осмотрел мостовой переход. Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста встретились. Обход Тольятти, который строится по поручению президента, – стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и как часть международного маршрута Европа-Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Новая дорога, в том числе искусственные сооружения, строятся хорошими темпами, отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. На строительстве объекта протяженностью 3750 метров задействовано 750 человек, 220 единиц техники, 18 плавсредств. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км в час. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек и открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. В Самаре продолжается расчистка улиц города от снега и наледи. Итоги работы за прошлую неделю в этом направлении и планы на ближайшие дни обсудили во время рабочего совещания в городской администрации под председательством главы города Елены Лапушкиной. Особое внимание дорогам, тротуарам, объектам соцсферы. Подробности в нашем сюжете. За февраль в Самаре выпало 72% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, до конца месяца снега не ожидается. Пока позволяют погодные условия, глава города Елена Лапушкина поручила коммунальным службам активно убирать и вывозить снег с дорог и тротуаров. За этот месяц в Самаре на спецплощадки отправили уже более 154 тысяч тонн. Для более тщательной уборки автовладельцам напоминают о необходимости обращать внимание на знаки дорожного движения, запрещающие стоянку транспортных средств. Автомобили, припаркованные с нарушениями ПДД и мешающие уборке снега, эвакуируют. За неделю вывезено 22 транспортных средства, препятствующих проведению уборки улиц. У нас, кстати, сократилось количество стоящих и по правилам транспортных средств. Проезжая часть тротуара дороги 2-4 категории расчищены, обработаны ПГМ. На совещании главы внутригородских районов отчитались о своей работе. Активно идет расчистка дворов, тротуаров, подходов к подъездам. В преддверии потепления особое внимание уборки наледи и сосулек со скатных кровель. Работа ведется как в будни, так и в выходные дни. За выходные работали в среднем 170 дворников и 12 единиц техники. Процент отработки прослуголедными материалами во дворах осталось 79%. Ручная очистка 96%, механизированная 91%. Кровли у нас осталось 10 кровель, 453 из 463 в надлежащем состоянии. Эти оставшиеся 10 кровель за сегодняшний и завтрашний день будут закончены. Сегодня у нас также три бригады работают. В дневную смену 26 февраля на уборке городских территорий задействовано 281 единицы техники и 3185 уборщиков. Они проводят работу по расчистке проезжих частей и тротуаров от снега. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре в День защитника Отечества у мемориального комплекса на площади Славы прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Почтить память героев и участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга, пришли их семьи, боевые товарищи, члены ветеранских и общественных организаций. Подробности расскажем далее. В День защитника Отечества на площади Славы поздравления сменяются воспоминаниями с боевых рубежей. Здесь собрались участники и ветераны боевых действий, и их семьи. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Все от мала до велика в этот праздник с гордостью говорят о подвигах героев и вспоминают защитников Родины. Мне хочется в этот день пожелать нашим, прежде всего, ветеранам Великой Отечественной войны, которых не так осталось много, пожелать им здоровья. Дай Бог, чтобы они как можно дольше оставались живы и нас радовали своим присутствием, что мы их видим, потому что это же история. В мероприятии традиционно приняли участие члены ветеранских и общественных организаций Самарской области. Гордость за нашу армию, я чувствую. Гордость. Наконец-то мы уничтожим врага. Ну и за ребят хочу, чтобы все живыми вернулись. Это самое главное. Желаю им здоровья, счастья, удачи. Для Кирилла Бунина 23 февраля – особенный день. Многие в его семье становились участниками военных конфликтов. Сам Кирилл в свои 19 лет – постоянный участник гуманитарных миссий на Донбасс. Для меня защита сечества – это не просто слова. То есть, вот я был на Донбассе, я приехал из города Донецк недавно, из города Энергодар вернулся, с гуманитарной миссии. И я вижу, как это важно, как люди, не жалея себя, не жалея своих жизней, отдают их ради нас. Поэтому для меня это важно. Память героев, павших защищая свою родину, почтили минутой молчания. Галина Топилина, Константин Головин, События. Из Самары в зону специальной военной операции отправили очередной гуманитарный конвой. В отгрузки принял участие и глава региона Дмитрий Азаров. Собрали все, что необходимо на передовой – окопные свечи, теплую одежду, сладости, маскировочные сети, средства гигиены. Школьники написали письма для бойцов со словами поддержки. Подробности расскажет Ксения Баканова. Окупные свечи, маскировочные сети, теплая одежда, сладости и средства гигиены. Из Самары в зону специальной военной операции собрали очередной гуманитарный конвой. В отправке принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Искренне благодарю всех земляков за вот такое внимание, за такую поддержку наших военнослужащих. Все в армии есть, и армия наша крепка, и все необходимые вооружения, и боеприпасы, и технические средства. Но когда от родной земли приходят посылки такие, такие грузы, конечно же, с ними мы передаем и частичку тепла нашей родной земли и наших сердец. Организаторы отмечают, груз окомплектован в соответствии с запросами бойцов. От командиров подразделения поступают заявки. Затем формируются списки. По ним собирается очередная партия. И мне очень приятно, что у нас в наших конвоях постоянно расширяется количество людей, которые безвозмездно принимают в этом участие. Причем зачастую они просят даже не называть их имени. Но мне хочется сказать, что такие сообщества, как Торгово-промышленная палата, как Обком профсоюзов, как наш Союз женщин России по Самарской области, конечно, это нотариусы, и, конечно, это те люди, которые находятся в сфере деятельности общественной палаты региона. Они всегда рядом. Военнослужащие всегда дают обратную связь. Бойцы всегда, конечно, благодарят, говорят спасибо, особенно ценным, получать подарки и письма от наших ребят. Важно знать, что в них верят и ждут домой. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В День защитника Отечества на Самарской набережной открылись военно-патриотические тематические площадки. Их работу проинспектировали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Ксения Баканова продолжит тему. Праздник! Праздник! Ну что, людей много сегодня? Достаточно. Несмотря на мороз, многие интересуются. Конечно. Специальные средства, выставка оружия и военная техника. В День защитника Отечества на первой очереди Самарской набережной открылись десятки интерактивных площадок. Их работу проконтролировали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Свои достижения представили силовые ведомства, отделение казачьего общества и поисковики, в том числе служба Самарской таможни. Часто задаваемые вопросы – это, конечно же, аэропорт, международный аэропорт Курумыч, как провозить товары, как проходить таможенный контроль. У нас представлена на эту тему интерактивная игра, которую мы тоже предлагаем пройти, ознакомиться с этими правилами. Посетители смогли увидеть выставку фотографий, а также приборы, которые ежедневно используют сотрудники ведомства. Наводим на акциз, либо на алкогольные продукции, либо на сигареты и считываем полиграфические значения, которые человеческим глазом мы не можем определить. Если зеленая кнопка горит зеленым, значит акциз подтвердился. Также была организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контрактам. Самарские мужчины проявили большую активность. Вот буквально за два с половиной часа работы к нам уже 15 человек обратились, заинтересовались. Четыре человека уже написали заявление о поступлении на контракт. Возраст разный – от 18 до 60 лет. К нам идут ребята, и взрослые, и юноши, много интересуются. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости вдвое. При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему уже не положена. Размер доплаты в обоих случаях идентичен – 8134,90 руб. Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля. На этот раз вырастут социальные пенсии. Их проиндексируют на 7,5%. Это коснется почти трех с половиной миллионов человек. Средний размер такой пенсии составит 13455 рублей. Далее коротко о других событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроектам же предлагается предоставить право на квоту детям из многодетных семей на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50% при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Электросамокаты в России пока не будут регистрировать. На внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности правительство дало отрицательный отзыв. И профильный комитет Нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении. Как говорится, в заключении комитета Госдумы авторами проекта не учитывалось количество используемых сейчас средств индивидуальной мобильности. Сотрудники госавтоинспекции по Самарской области подвели итоги рейдов за выходные. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 82 водителя. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 78 автомобилистов. Также 49 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 51 право нарушения со стороны пешеходов и 42 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правила дорожного движения. Большинство самарцев знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционной деятельности, покупку недвижимости. Такие данные привели эксперты сервиса по поиску работы. Каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые. Шесть из десяти опрошенных самарцев, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для Федеральной налоговой службы самостоятельно. Каждый пятый с помощью финансовых консультантов. Каждый девятый с помощью друзей и родственников. Спрос компаний на персонал индустрии гостеприимства и туризма за год увеличился на 17%. А средние предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 21% и превысили отметку в 40 тысяч рублей. Такие данные приводят сервис по поиску работы. Сильнее всего спрос на кадры вырос в Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и Астрахани. Именно в этих городах прослеживается заметный прирост вакансий за счет активного развития внутреннего туризма. Самые высокооплачиваемые специалисты – гиды и менеджеры по туризму. Меньше всего получают Бористо и Хостас. Самарская область заняла третье место в рейтинге Приволжского федерального округа и восьмое в рейтинге России по числу забронированных ночей в санаториях. Итоги за 2023 год подвели аналитики сайта «Санаторий России РФ». Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось и число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместилась на третье место. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, все больше россиян делают ставку не на зарубежный отдых, а приобретают путевки в отечественные санатории, выбирая необходимость профилактики и сохранения здоровья. Отражение менталитета и возможностей межнационального общения. Армянская община Самары отметила Международный день родного языка. Праздник был установлен в 1999 году на 30-е сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на сбережение языков народов земли. Как свой язык сохраняют армяне, проживающие на территории Самарской области, расскажем далее. Праздник родного языка армяне, проживающие в Самарском регионе, отмечают ежегодно. В концертную программу включены стихи и песни на армянском языке. Ведь язык помогает сохранять историю, культуру, традиции народа. Мы считаем, что родной язык – это один из важных компонентов нашей армянской культуры. И мы обязаны бережно сохранить и передать молодому поколению. И нам кажется, что это относится не только к армянскому народу, но и ко всем народам, которые проживают в Российской Федерации. Инициаторами мероприятия выступили Самарская региональная общественная организация «Армянская община» и «Союз армянской молодежи» при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. В первую очередь к участию в таких праздниках стараются привлекать детей, молодежь. Здесь они могут не только познакомиться с родной культурой, но и продемонстрировать свои таланты. У нас по всей области пять в разных городах региона воскресных школ. И мы хотели бы, чтобы дети, был некий взаимообмен, взаимодействие, чтобы дети показали то, чему они учатся в течение года. И это очень важно для нас. Участникам мероприятия напомнили о создании армянского алфавита ученым и священником Эсропом Маштоцем в 405 году. Первая книга, которую Маштоц перевел на родной язык, была Библия. Это способствовало укреплению христианской религии среди армян. Слава Богу, что есть эта возможность нашим детишкам давать эти знания и, конечно, знать свой родной язык. Это наша культура, это наша история, это наша вера, это наши отношения, уважительные отношения к нашим предкам. Неизменной частью армянского праздника является игра на древнем музыкальном инструменте дудуки. И, конечно, не обошлось без национальных армянских танцев. Актеры Самарского драматического театра имени Горького, Надежда Попова и Федора Степаненко открыли цикл творческих встреч с театральными семьями. Зрители смогли задать артистам все интересующих вопросы, а Надежду и Федор честно на них ответили. Подробности в нашем сюжете. Актеры Самарского драматического театра Надежда Попова и Федор Степаненко вместе почти 20 лет. Пара воспитывает двух сыновей – десятилетнего Тимофея и семилетнего Степана. В труппе театра Надежда служит 19 лет, а Федор – 22 года. В этот раз артисты вышли на родную сцену для того, чтобы рассказать зрителям свою историю любви и в год семьи открыть цикл творческих встреч с театральными семьями. Нам приятно, что при организации этого вечера, естественно, принимало участие руководство, безусловно, нам приятно, что предложили нам. Мы действительно семья, мы действительно какие-то, хорошее слово, проповедуем какие-то семейные ценности, любовь к детям. Встреча прошла в форме диалога со зрителями. Актерам задавали вопросы о сложностях профессии, о воспитании детей и тонкостях взаимоотношений на сцене и дома. Надежда и Федор честно рассказали обо всем. Поделились и тем, что главное их увлечение – путешествие на машине. Последнее место, где понравилась всей семье – Дагестан. В будущем пара вместе с сыновьями хочет посетить Абхазию. Мне кажется, интересно зрителям, в первую очередь, узнать нас с другой стороны, не только по ролям, и посмотреть, какие мы в жизни, что мы, в принципе, точно так же, как и они, разделяем и дом, и работу, что мы, в принципе, ближе тем самым ставимся к ним. Это такой хороший опыт. Творческий вечер с Надеждой Поповой и Федором Степаненко стал первым в цикле встреч с театральными семьями Самарского академического театра имени Горького. Попасть на такие вечера можно по пригласительным билетам. Получают их бесплатно в кассе театра. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. 200 спортсменов и любителей собрал зимний фестиваль ГТО. Традиционно участие принимали семьями, с друзьями, коллегами. Какие испытания пришлось пройти, чтобы получить диночок, готов к труду и обороне, расскажем далее. Обычно Татьяна Багрова занимается физкультурой с малышами в детском саду, но в этот раз сама сдаёт нормативы. Большой компанией вместе с коллегами и воспитанниками сада номер 244 приехали на зимний фестиваль ГТО. Как-то было сообщение, поедем на ГТО, все скрикнули, да, ура, поедем на ГТО. Вот так мы собрались на сегодняшний фестиваль. У меня сдают почти полсадика детей, сотрудники детского садика, даже родители зарегистрировались и тоже сейчас сдают ГТО. Волнительно, очень волнительно. Переживая за детей, чтобы всё сдали. Сама, чтобы всё сдала. Принять участие в фестивале «Готов к труду и обороне» можно с шести лет. В зависимости от возраста каждый проходит норматив по своей ступени. Таких ступеней 18. Среди испытаний наклон вперёд из положения стоя, подъём туловища из положения лёжа на спине, подтягивания на перекладине, рывок гири, бег на разные дистанции и многое другое. За успешную сдачу нормативов спортсмены и любители получают значки ГТО. Бронзовые, серебряные и золотые. У нас в городе работает 13 муниципальных центров тестирования. Это те места, в которых каждый житель города может заявиться для того, чтобы выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Но кроме такой ежедневной работы, департаментом спорта проводятся фестивали. В них участвуют все центры тестирования, и любой человек может в такой праздничной атмосфере испытать себя, выполнить нормативы своей возрастной категории. Участие в таких соревнованиях бесплатное. Испытать себя может любой желающий. Нужно всего лишь зарегистрироваться на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подать заявку в один из центров тестирования. В этот раз на зимний фестиваль зарегистрировалось около 200 участников. За прошлый год нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 9200 человек. Всего на сайте ГТО зарегистрировалось более 165 тысяч граждан. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. 29 февраля президент огласит послание Федеральному собранию. По словам главы государства, это будет постановка задач на ближайшие 6 лет, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Эксперты прогнозируют, что президент обязательно затронет тему СВО, итоги и цели. В прошлом году в своем послании Путин поручил регионам создать фонд государственной помощи семьям участников специальной военной операции. «Самарский бизнес-инкубатор» проводит 51-й конкурс на резидентство, пишет телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Будущими резидентами бизнес-инкубатора могут стать предприниматели, зарегистрированные на территории города и ведущие свою деятельность не более трех лет. Резидентство – это реальная возможность для бизнесменов сэкономить на аренде и обустройстве офисов, а также получить профессиональную юридическую и бухгалтерскую поддержку. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Телефон для справок 8 846 205 25 51. Хорошая новость для студентов, которые получают повышенную академическую или социальную стипендию. Размер этой выплаты с этого года не должен быть ниже прожиточного минимума, то есть 13 919 рублей. Если сумма меньше, ВУЗ ее скорректирует. Письмо об установлении минимального размера стипендий Миноборнауки России разослало высшим учебным заведением страны. Рекомендация ведомства касается студентов 1-го и 2-го курсов бакалавриата и специалитета, информирует телеграм-канал Красноглинского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова